Азбука Инвестора После возрождения рынка ценных бумаг и фондовых бирж количество всевозможных торговых площадок стремительно увеличивалось. Новые направления в экономике притягивали огромное количество людей, как профессионалов, так и новичков. Позже число бирж стало столь же стремительно сокращаться. Они сменили свою ориентированность товарного рынка на рынок финансовых инструментов. В этот период и начала формироваться профессия брокера, как специализированного посредника, работающего на финансовом рынке. Растущий спрос на профессионалов привел к появлению большого количества школ и курсов, занимающихся подготовкой брокеров различных направлений. Возникла и система государственного лицензирования брокерской деятельности. Сейчас, например, брокер не может работать на фондовом рынке без аттестатов СФР. А для получения последнего необходимо сдать довольно сложный экзамен. Итак, кто же такой брокер? Брокер на рынке ценных бумаг – это торговый представитель, юридическое лицо, профессиональный участник фондового рынка, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счет. Работа брокера в основном заключается в представлении интересов клиентов на биржевых торгах, причем для этого он должен быть официально зарегистрирован биржей. По их поручениям он выставляет заявки на покупку или продажу того или иного финансового инструмента по определенной цене и совершает сделки с другими брокерами или с биржей в зависимости от типа инструмента и от торговой системы. В основном сделки проходят за счет клиента, и брокер может не иметь непосредственной финансовой заинтересованности в цене, по которой они совершаются. Он получает за работу комиссионные от клиента и не несет ответственности за невыполнение сделки. Наш эксперт по фондовому рынку Леонид Братухин, ректор автономной некоммерческой организации «Учебный центр Финам». Леонид, скажите, может ли брокер сам от своего имени участвовать в торгах? А почему бы и нет? Если брокер, кроме брокерской лицензии, оформит себе еще и дилерскую лицензию, то он вполне сможет совершать операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет. То есть нужна отдельная лицензия на этот вид деятельности. Без лицензии на осуществление дилерской деятельности юридическое лицо не может быть участником торгов на бирже. Бывали ли случаи, когда брокер обманывал своих клиентов или скрывался с их деньгами или бумагами? В законе о ценных бумагах четко прописано, что сделки, выполняемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера. В реальной жизни взаимоотношения брокера и клиента, конечно, могут складываться по-разному. И в случае непорядочности брокера, в принципе, может возникнуть почва для различных злоупотреблений и финансовых махинаций. В истории известны многочисленные судебные процессы над брокерами, которые умудрялись обманывать своих клиентов на многие миллионы долларов. Чтобы этого не происходило, и на Западе, и у нас в России была создана серьезная система контроля за деятельностью брокерских фирм и биржевых посредников. Регулирующие органы тщательно отслеживают все операции брокера. Приняты законодательные меры к недопущению злоупотребления, которые, например, разделили денежные и бумажные счета брокеров и их клиентов. Большинство брокеров предоставляют услугу выхода клиентов на биржу через интернет. Сохранилась ли где-нибудь классическая голосовая форма обслуживания клиентов? Торговля с голоса до сих пор ведется на Нью-Йоркской фондовой бирже, на Чикагской товарной бирже, на Лондонской фьючерсной бирже. Там брокеры кричат в полный голос, передавая приказы клиента маклеру переполненным торговцами зале. На остальных биржах, в том числе и на основных российских, торговля с голосом может использоваться только лишь как резервный вариант. В более широком смысле брокер – это посредник, содействующий совершению различных сделок между клиентами по их поручению и за их счет. Поскольку брокер напрямую заинтересован в большом количестве клиентов, он всячески старается привлечь их к себе, предоставляя максимально широкий спектр услуг. Помимо открытия денежного счета клиента и счета депозитарного, брокер также обычно предоставляет торговые терминалы для прямого выхода клиента на биржу, обеспечивает информационной и технической поддержкой, проводит обучение о замбиржевой торговле. Сейчас в России фондовый рынок устоялся, он динамично развивается и уже появились профессионалы, способные оказывать брокерские услуги на самом высоком уровне. Задача инвестора состоит лишь в том, чтобы выбрать себе брокера по душе. С вами была Наталья Спицына, спонсоры показаний, коммерческое партнерство фондовой биржи РТС и Зауфинам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин